Натя, вот можно просто выбрать шпо? Сколько нужно для этого образцов? Все. Все, это сколько? Все, что есть, да? Все, что есть, да. В общем, нам нужно вантуремонт, всего два образца и проект один, какой-нибудь из них. Три, да? Ну нет, мы не ограничивались этими вариантами вообще, не-не-не. Это причем я отобрала еще, это еще малая часть того, что могло быть. И каждый по 500 рублей. И в итоге какие у нас фавориты? Светлый вот этот, я думаю, он выглядит прям вот натуральным дубом. Очень классная структура дерева. А темный вообще для вантуремонта, вот этот идеально подходит по оттенку, по структуре. Но нам больше всего вот этот понравится. Сначала мы заказали вот все, что лежит внизу. Это дело пришло, мы такие, фууу, долго-долго состыковывались с заводом и из второй партии выбрали. Еще не считая рейк, не считая пленки на фасады и прочее. Все так же выбирается. Так, друзья, закончили мы со штукатуркой. Все знали, что будет непросто, но никто не догадывался, насколько это. У нас непростой дом. И плюс проект напичкан мега инженерными дизайнерскими решениями на каждом квадратном метре. А под это нужно было предусмотреть это все в штукатурке. Хорошо, что у нас есть Саша, который не испугался этого и сделал все супер. На трешку, на большую, почти 100 метров. Ходит на штукатурку 120 мешков. А у нас ушло 140 мешков, Карл. Это не считая еще дополнительных всяких элементов, про которые я сейчас расскажу. Не до штукатурено до пола часть стены. Где-то до штукатурено, где-то нет. Такая же история и по потолку. И вот так вот по всей квартире. Где-то нужно, где-то не нужно. Для большинства штукатуров это уже, типа, ребят, все, извините, я пошел. Как бы слой вот здесь, чтобы вы понимали, 10 или там 11 сантиметров, как Саша сказал. Зимный слой на основе плиточного клея. Здесь оцинкованная сетка. Все это прогрутовано не один раз. И уже потом все штукатурилось гипсовой штукатуркой. Здесь, видите, разный уровень, чтобы у нас керамогранит заподлицо подошел. Балки у нас еще есть, которые нам тоже нужно штукатурить, как откосы. С разных сторон. И тоже не до конца. Ну, про вот это я молчу. Это как бы проще простого. У нас почти везде углы 90 градусов. Для наших будущих клиентов и текущих, сразу скажу, иметь в квартире все углы 90 градусов, это роскошь. Если вы понимаете, зачем вам это нужно и как бы готовы за это переплатить, смысла по большому счету нет. Здесь в этой квартире там 3 или 4 угла не 90. Везде, где керамогранит, везде, где шпон, везде, где мебель, везде, естественно, 90 градусов. Так что, чтобы все плоскости были 90 градусов, нужно еще больше слоя. Ну, куда уже больше? Тут и так почти 11 сантиметров. До новых встреч! До новых встреч! Друзья, рынок ремонтов невероятно хаотичен и неорганизован Можно легко столкнуться с плохим качеством, затягиванием сроков, потерей денег и прочими неприятностями На рынке появился очень полезный сервис Экосистема недвижимости метр квадратный дает возможность защитить себя при ремонте Ваши деньги будут храниться на специальном счете в банке ВТБ А оплата исполнителю будет производиться поэтапно и только после того, как вы примете результаты работы Не нужно иметь дело с наличными или встречаться с исполнителем Оплата и приемка происходят онлайн в личном кабинете Экосистема недвижимости метр квадратный помогает сделать ремонт без риска потери денег и без переплаты Ссылка на сервис в описании Экосистема недвижимости метр квадратного удовольствия работу штукатура нас интересует два момента углы 90 градусов там где они должны быть мы берем угольник максимально длинный он там по моему двухметровый идет прислоняем его к углу плотно и пробуем туда засунуть купюру пятитысячные купюры чтобы она не проходила тогда все хорошо на самом деле можно и 100 рублевый по поводу плоскостей берете длинное правило не его естественно мы все промеряли правило горизонтально правило вертикально правило в разных плоскостях правило ставите на грань то же самое 100 долларов 100 рублей 5000 пробуйте засунуть не проходит все хорошо штукатуре значит работу принимает гости нет такого что 5000 купюра проходить не должна гостом на советские советских гостов вот такие допуски гостом говорит пару миллиметров на пару метров это нормально что угодно уже пролезет и поэтому если вы от застройщика берете white box себе и вас там не устраивает качество штукатурки там пролазит там я не знаю пластиковые карточки как же я здесь будут нормальный ремонт делать у меня сейчас все поплывет сейчас все поедет все по госту на 2 метра 2 миллиметра или сколько опругли 90 градусов white box и застройщик я вообще молчу а а а ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Еще есть одно но. Называется скрытые работы. Как они сделаны от застройщиков, от вайбокси, или если вы не понимаете ничего в стройке, просто наняли штукатуру. One-two-ремонт у нас номер один по скрытым работам. Все должно быть четенько. Я требую фотографий, требую видеоотчет. Первое, что нужно сделать при штукатурке, это хорошая, качественная, дорогая грунтовка. Это раз. Второй момент. Наносить обязательно адгезивные слои. Там, где у нас тонна, бетонные плиты, монолитные стены, потому что даже на грунтовку гипсовая штукатурка вот на такие поверхности плохо наносит. Чтобы она не бухтела, ничего, все это нужно проконтролировать. Что здесь, что в любом проекте One-Two-ремонт, мы первым делом всегда смотрим на эти скрытые работы. Субтитры делал DimaTorzok Внешние углы все, естественно, 90. Есть два типа у нас маяков. Это металлические и пластиковые. Вот те, кто занимается стройкой, это вот сейчас прямо мега срач. Что лучше, что там пластиковые уголки эти говно? Маяки надо металлические делать. В комментариях можно нормально такой срач развести. У нас пластиковые, нас это все дело устраивает. Где-то они не вынимали маяк, где-то вынимали. Они углублены, никак не выпирают. Вот, их вынимать не надо. Если бы это были металлические, их обязательно нужно вынимать. Ржавеют. И на любой поверхности стены, то есть обои у вас, или покраска стены, это обязательно выглядит видном. Помните, металлическая балка была? От металлической балки до газоблока было еще огромное пространство такое. Сначала нанесли адгезивный слой на основе плиточного клея. Потом нанесли оцинкованную сетку на все вот эти стены с углублениями. Там, в санузле. Кстати, оцинкованная сетка стоит ого-го тоже. И только после этого наносили гипсовую штукатурку. Такая технология, как при заливке бетона, уже получилось так очень серьезная. Где есть у нас стыки разных материалов. Бетонная балка с газоблоком. Газоблок с пазогребневой стеной. Пазогребневая стена с газоблоком. Пазогребень с газоблоком и с бетонной стеной. Вот таких много. Везде должна быть штукатурная сетка, нанесенная на вот этой поверхности. Иначе будет все трещать. У нас штукатурная сетка нанесена на пазогребневый блок, там, где у нас дверной проем. И чтобы вот эта вся система выдержала тест истерички. Вы помните, да? Это когда здесь уже будет стоять дверь, девочка делает так. И у нас вот так вот. Сегодня, чтобы не растрескалось. Все здесь сделано с двух сторон штукатурной сеткой. Везде. Субтитры сделал DimaTorzok. Вот эти все решения, которые, кстати, ребята с нас денег не взяли. Но уже в комментариях в инстаграме пишут. В инстаграме же все раньше появляется. Это для баночек сделали. Идея неплохая. Баночки здесь хранить неплохая будет. Причем баночки с подсветкой. Если такие там, да, яблоки, помидоры, вот такие соленья. Подсветить будет огонь. Сколько все это получилось? Работа плюс материал. Вот эти все решения. Выдыхаем. 115 тысяч рублей. Так, и теперь вы меня спросите. Ну, Кирилл, ты что, не мог сэкономить, что ли? Сделали бы из гипсокартона все стены. Берем нормальный гипсокартон. Берем нормальные профиля. Все стены шумоизолируем. Даже тем же минватой такой. И стоимость у нас получается немногим меньше. Но у нас здесь нет стяжки. Чтобы сделать гипсокартон, он делается на стяжку. А чтобы сделать стяжку, нужно, чтобы сантехник сделал отопление и водоснабжение. А сантехник не хочет этого делать, потому что он говорит, я не понимаю, какие здесь слои будут. Здесь вот 11 сантиметров прибавилось. Как я смогу повесить батарею и вообще там просверлить и предсказать, как это все будет. Одно за вторым все тянет. Плюс я не очень гипсокартон люблю. Мне не нравится. Мне нравится это все монолитное, чтобы было. Сделаем отопление с водоснабжением и сделаем уже стяжку по полной программе. Также можно было сделать, вы напишите, что только эти стены из гипсокартона, которые самые сложные. Ну, ребят, стукатурить одну стену, оставлять вторую стену. Получается, опять сантехник приходит, говорит, ну как мне вешать сюда батарею? Приглашать его 2-3 раза. С ума можно сойти, нужно идти по линии наименьшего сопротивления. Все готово вроде бы, да? По какому стандарту проверять будем? Можно самую жесткую проверку применить. Самая жесткая это 5000. Это, наверное, с 90-й серии, когда вот в денежку или 100 баксовые пихали. Что из 90-й серии? В 90-х, говорят, так проверяли. Метро какой-нибудь. Сто долларов и купюру пихали. Ага. И если она пролазила, минус 100 долларов из-за гонорара, скажем так, за работу. Ну и так далее. Если пачка проходила, значит, мог штукатуру остаться в долгу. Ну, давайте с пачки начнем. Пачка не пролазит, уже неплохо. Ты сейчас, наверное, очень сильно надавил, да? Сейчас такой след останется. Я улыбаюсь, я даже не переживаю. Все верно? Все, огонь. Погнали в углы мерить. Здесь у нас помещение санузел, соответственно, все углы должны быть 90 градусов. Но даже если маленький угольчик, да и пяти дневному следу видно. Абсолютно не шатается. Плотно. Вот эти вот откосы, мы их тоже, кстати, 90 градусов вывели. Они также 90 градусов мы вывели в параллель с дверным проемом. Для того, чтобы у тебя остались одинаковые откосы сверху и снизу. Но таким образом мы нарастили свой, поэтому размер ниши вот этой, он у тебя ушел. По поводу щитка, не переживайте, его не прикрепляли. Он сейчас вытянется. Ему чуть-чуть мешает пробовать, но подвинется. Вот она, все вывели. Опять же, это из-за нашего секретного решения. Тут вот все вот так интересно. Мышки с плоскости не торчат. У нас своя специальная технология, и тоже, кстати, секретная, которая позволяет зашипадурить дальше. Как мы помним, у нас здесь решетка, и эта самая сетка металлическая. Это огромный привет электрику. Он будет сильно ругаться матом, когда будут сверли здесь подразделники. Ему нужно обязательно его предупредить, что здесь нужна именно алмазная коронка. Саша, покупай алмазную коронку, я не буду покупать. Так надо для общего блага. Надо сказать, что объект, конечно, трешевый такой. У нас вообще обычно 3 дня уходят на примерно такую же площадь. У нас, в принципе, все трешевые объекты. Тем, кому нужно штукатурить, наверняка у вас попроще объект, чем у нас. То есть, Саша, нам вообще за 2-3 дня справиться. Качество идеальное, очень быстро, все, посмотрите, чисто. Ребята, все убрали. Все очень адекватно по цене, по условиям, по общению. Саша, вообще, ходячая энциклопедия. Как я тебе и говорил, тебе надо либо писать по материалу, мануалу, да, либо проверять уже производители, все ли у них правильно. Потому что ты прям ходячая энциклопедия, все знаешь. Вдерить в инстаграм, если кого-то заинтересовало, такие решения. Утро следующего дня, и с пеньками оказалась такая же история, как с квартирами. Чуть-чуть проспишь, и остается один неликвид. Вот у нас 2 гигантеллы осталось. Но я думал, просто это совсем идиотизм, там, 8 часов вставать, чтобы ехать за пеньками в выходной. Они так не думали. Ждем следующую пятницу. У нас новый распильчик образовался. Выбираем, какой. Так, огонь, огонь. Не сильно тяжелый. Бегом к Андрею, пока не увезли. Ай, Кирилл, ты лучше тебя? Я к тебе странная просьба будет. Если я тебе привезу такой кусок дерева, здоровое полено, ты сможешь из него кубики сделать? Как вот табуретку такую? Нет. Дело в том, что эти пивы простые такие, и они короткие вещи не берут. Как кажется, я понимаю, Андрей, почему они стоят так дорого. Все, тогда давай на связи. Расстроил меня Андрей. Тогда, может быть, проще купить будет. Кажется, купить любой дурак может. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!